перекусим в кафе ненадолго ладно мне нужно ответить ты иди я подойду хорошо ну кузен что будешь делать встретишься с ослы нет кузен у нас нет планов что случилось какие-то проблемы да мне жаль и я очень расстроен это нормально ее жизнь внезапно перевернулась вверх дном мне тоже нелегко я не хочу возвращаться домой я не узнаю свою маму она выбирает с кем я должен быть разве самое главное не то чтобы я был счастлив вулкан это так но твоя мама думает что ослы окажет на тебя негативное влияние а чагла нет дело не в этом вулкан здесь вопрос исключительно о деньгах если бы ослой была дочерью олигарха мама бы вряд ли так отреагировала именно это меня и расстраивает и отдаляет меня от семьи понимаешь вулкан не говори так бурак но это то о чем я думаю ладно давай выпьем чего-нибудь и заодно поговорим хорошо не красиво ослы как ты все хорошо все хорошо в одном мгновении вы остались без дома очень жаль очень грустно разве стоило это ради любви слушай что я скажу мы живем у вулкана если хочешь можем принять твою маму как горничную естественно если ты не собираешься упустить и вулкана ты уже начинаешь бесить оставь меня в покое отпусти ее и проваливай отсюда я тебя уничтожу если это все на что ты способен то тяжело тебе придется вы оба будете держаться подальше от ослы ты меня понял а ты и я благодари бога за то что ты девушка ослы ты в порядке да спасибо чего они хотят от тебя бывшая девушка моего парня а тот который рядом ее новый парень нет это враг бурака любимая ты в порядке да в порядке прости меня это из-за меня бану спасибо за то что в тот момент была рядом ну что ты вот только если еще раз увижу эту девушку то уже не прощу у меня аллергия на таких а ты тоже здорово ей дала пощечину она заслужила ладно я на пару до встречи я тоже иду нам нужно поговорить тогда я пошел созвонимся хорошо ослы мы можем поговорить нет бурак я не хочу опоздать на пару ослы тебе лучше да спасибо мы можем поговорить нет бурак хорошо тогда вместе пойдем я не хочу бурак ослы бурак отпусти мою руку вот так значит да так легко мне тоже нелегко но это правильно для нас обоих для кого для меня существует только одно правило и это ты ты не видишь как ты изменила меня как сама изменилась благодаря тебе я стал совершенно другим я стал очень счастлив для меня это единственное правило ты обещала мне ослы быть рядом каким бы не был поворот событий и обещала помнишь наш первый поцелуй то что я тебе говорил а ты отвечала не заставляй меня вновь верить сказке не давай обещание которых не сможешь выполнить а я сказал тебе что даже если весь мир будет против меня я продолжу говорить тебе это прошу ослы не дай нам потерять нас я тебя очень люблю я никогда тебя не отпущу это не так просто бурак я никогда не отпущу тебя ослай твоя мама мои родители увидят насколько я серьезен не могу поверить что-то осмелилась на такое башак проклятие проклятие дружище добро пожаловать привет как дела бурак и тебе плохо да да вы наверное слышали о произошедшем ослы меня бросила она была вынуждена все те маль очень гордая женщина ей тяжело смириться с произошедшим она услышала от твоей семьи столько всего чего она совсем не заслуживает именно поэтому ослы предупреждала тебя я влюблен в ослы гонжа это не просто временное увлечение дружище ты должен это рассказать всем как ты собираешься это сделать если я смогу убедить тетю умель в серьезности своих намерений она простит попытка не пытка но как ты это сделаешь я сделаю ослы предложение что предложение мысли мысли какое предложение предложение мы знаем но это не так просто бывает для этого нужно столько разного значит вы собираетесь пожениться скорее всего скорее всего будет свадьба без свадьбы никак так дружище все все успокойтесь сначала я сделаю предложение ослы она его примет потом поговорим об остальном дружище она примет конечно почему бы и не принять примет в конце концов каждая молодая девушка мечтает выйти замуж серьезно особенно за такого мужчину как ты она примет клянусь примет ты мне сделай предложении даже я за тебя выйду извини меня вот настолько настолько я уверен мину sky я кое-чего не поняла что вы имеете ввиду моя подруга только этого и ждет а может быть она и не примет предложение смысле гнжа она может не принять что ты такое говоришь гонжа а что ты говоришь до дорогая что то говоришь она может не принять разве такое возможно Примет она еще как примет, я уверен. Я не говорю, что она не примет. Может быть, она запаникует. Может сказать, что не выйдет замуж, пока мама не согласится. Столько разных факторов. Не нужно так спешить. И поступать необдуманно. Ну, хорошо. Я поговорю с ней и сделаю предложение. Независимо от того, согласна ли моя семья или мать ослы, я хочу жениться на ослы. Понятно? И все увидят, насколько я серьезен. В своих намерениях. Именно так. Друг, скажи, что ты хочешь? Как мы можем тебе помочь? Мы готовы. Гонжа. Ты с нами? С вами. Ага, отлично. Тогда я думаю сделать предложение здесь, на кухне. Она ничего не заподозрит, когда придет сюда. И это особенное место для всех нас. Верно, кухня подойдет. Очень хорошо. Будут, например, свечи. Говоря о романтическом предложении, я сразу представляю свечи. Свечи. Свечи или шары. Хорошо, хорошо, хорошо. Успокойтесь, друзья. Да, нам многое нужно сделать. Хорошо. С чего начнем? С чего? А когда ты планируешь сделать предложение? Этим вечером. Этим вечером? Да. Этим вечером ты позвонишь ослу и скажешь, что у вас очень срочный заказ. Хорошо? Так, так, мы готовы. Скажи, что нужно успеть до утра. Скажи, что очень нужно. Именно так. Хорошо. Торт? Торт? Конечно, должен быть торт. Мы не сможем без торта. Конечно, мы сделаем торт. Ведь у нас своя кондитерская. Но, я думаю, также должна быть романтическая музыка. И мы это организуем. Пусть она играет на фоне. Какой торт, интересно, будет? Послушай, с чем будет торт? Это очень важно. Всегда важно. С чем бы ни было, я думаю, это должно быть в форме сердца. Здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте, спасибо. Чем я могу вам помочь? Я хочу приобрести кольцо. Хорошо. С одним камнем или разнообразными? С одним. Вот ваши кольца. У вас есть какие-то особые пожелания? Я впервые покупаю, поэтому не знаю. Не знаю даже. Тогда спрошу иначе. Вашей избраннице больше нравятся крупные или роскошные украшения? Или что-то более простое, но элегантное? Определенно простое, но элегантное. Тогда могу предложить вам эти. Вот, несомненно, это хороший выбор. Одно из самых красивых колец, которые у нас имеются. У вас отличный вкус. Да, слушаю, отец. Привет, Бурак. Нам с тобой нужно срочно поговорить. Ты можешь прийти домой? Хорошо. Еду. Мне тоже с тобой нужно поговорить. Хорошо. Жду. Нихат. Нихат, ты смог поговорить с Бураком? Я очень волнуюсь. Все думаю о нем. Поговорил. Он скоро приедет домой. Ай, хорошо. Нихат? Нихат, ты в порядке? Совсем не в порядке, Сильда. Совсем не в порядке. Ты посмотри. Ты была права. Нихат, эти фотографии не верится. Нихат, что это? Мне тоже верится с трудом, но все так очевидно. Ничего не поделаешь. Это змея. Против нас говорилось. Сослы. Как такое вообще может быть? Когда обманула и когда она обманула, я не знаю. Может, все было спланировано с самого начала? Возможно. В этом мире от всех можно ожидать всего. Нихат, что мы будем делать? Мне нужно объяснить Бураку, какую игру с ним сыграли. Нихат, давай спасем нашего сына от них. Не волнуйся, дорогая. Доверяй нашему сыну. Как ты думаешь, торт в форме сердца не хорошая идея для предложения? Особенно, если он шоколадный. Как ты думаешь? Любимая, у меня вопрос. Мы будем готовить торт? Нет, зачем? Эрдем, у нас же кондитерская. Конечно, мы будем готовить. Мы же не можем заставить ослы его приготовить. Ты права. Приготовим. Ослы, добро пожаловать. Спасибо. Привет, душа моя. Проходи, присаживайся. Гонжа, посмотрим те дома с сайта. Посмотрим, дорогая. Я выделила пару вариантов, чтобы показать тебе. Смотри. Вот, смотри, например. О, очень дорого. Да, этот дом красивый, но немного дорогой. В последнее время здесь все так. Посмотрим вот этот. Ослы, этот дом неплохой, но он маленький, места не хватит. Это так, но хочу, чтобы было близко к кафе. За дорогу еще платить. И так аренда дорогая. Это да. Подожди, еще посмотрим. Этот? Отец? Привет. Привет, Бурак. Как ты? Хорошо. Добро пожаловать, Бурак. Отец. Мне, правда, очень жаль. Я не хотел расстраивать ни тебя, ни маму, ни себя и ни ослы. Тоже не хотел. Знаю, сынок. Именно об этом я и хотел с тобой поговорить. Сколько времени вы уже вместе с ослы? Отец, все не так, как ты думаешь. Мы с ослой не здесь познакомились и начали встречаться. Мы стали встречаться с тех пор, как она начала оставаться у нас. Но мы знаем друг друга с лета, даже до того, как поехали в Бодрум. Я стал причиной ее увольнения. Стал причиной увольнения? Как это понимать? В смысле? После этого мы случайно встретились в отеле в Бодруме. И оттуда ее уволили из-за меня. Параллельно ее мама начала работать у нас. По возвращении в Стамбул я внезапно обнаружил, что ослы живет у нас. Это была как шутка судьбы. Куда бы ни повернул голову, видел ее, и в какой-то момент среди всего я почувствовал, что влюбился. Ты уверен, Бурак? Ты уверен в своих чувствах к ней, сынок? Ослы из совсем другого социального круга. Возможно, именно поэтому тебя к ней и так влечет. М? Нет. Это правда, ослы не похожи ни на одну из знакомых мне девушек, но это для меня не временное увлечение, отец. Я правда очень сильно ее люблю. Папа, я долго мучился, чтобы ослы поверила в эту любовь. И пока она верит, я не могу вернуться в самое начало. Даже тактика та же. Какая тактика? Ослы очень важна для меня, отец. Вы не видите, как она меня изменила. Как ослы меня изменила. Отец. Я хочу жениться на ней. Бурак, если ты поймешь, что она не такая, как тебе кажется, все же захочешь на ней жениться? Что это значит? Посмотри на эти фотографии. Кто эта женщина? Брюнетка. Башак. Башак. Правда? Башак. Башак и ослы сговорились. Точно так же, как Башак вышла замуж за Синана тогда. Сегодня ослы с помощью тех же тактик пытаются выйти за тебя. У них только одна проблема – это деньги. Это невозможно. Ослы, даже если у нее не будет денег, она не попросит ни у кого. Сынок, именно это и есть тактика. Ты разве не сказал, что она везде перед тобой появлялась? В Бодруме, дома, тут, там? Что за совпадение? Башак, которая столько лет не появлялась, внезапно объявилась, как только ты начал встречаться с ослы. А? Как ты думаешь? Что скажешь? А? Нет, отец, этому должно быть логическое объяснение. Ослы не может быть с ней в сговоре, это невозможно. Я очень хорошо знаю, какая змея – это Башак. Я тебе говорю, эта женщина очень опасна. К сожалению, к сожалению, ослы под ее контролем. Но как это связано со мной? Зачем ей так поступать? Как связано? Потому что ты мой сын, а я человек, который ранее раскрыл истинное лицо Башак. Человек, который годами твердил, что она не подходит Синану. Воспользовавшись тобой, она пытается отомстить мне. Вот так просто. Нет, ты ошибаешься, отец. Что произошло, как произошло, я не знаю, но ты ошибаешься. Ослы такого не сделает. И я тебе это докажу. Вот увидишь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok